Они прятались в подвалах, голодали, получали контузии. Из них хотели сделать загнанных зверей, но не вышло. Российские военные буквально прорубили гуманитарный коридор и вывели жителей Мариуполя, попавших под бомбежки украинских нацистов. 29 марта в 21.50 в Ульяновск прибыл состав с переселенцами. Более 500 жителей Мариуполя приехали в Ульяновск. Поезд прибыл на станцию Ульяновск-3. Медики, спасатели, волонтеры и соцработники встречают гостей на вокзале. Рядом с Ларисой Вяткиной недавно упал снаряд. У пожилой женщины начались проблемы с нервной системой, но она не теряет надежду на выздоровление. Когда летят секции, целиком, двухкомнатная квартира. Меня стало трясти после того, когда сто метров от меня разорвался снаряд. А мы бежали. Я муж и сын. Я за его кроссовочками. Только попробуй сказать, что мне заплатили их. И я бежала за сына кроссовочками. Тут разрыв. Горловская неживая в частный дом. А сын стоит и говорит, ма, я боялся поворачивать. Я думала, тебя больше нет. Лариса не знает, жива ли ее сестра или осталась погребенной в братской могиле обезображенного Мариуполя. Лариса Николаевна вышла из убежища другим человеком. Все привычное, что окружает нас в спокойные времена, вызвало нездоровую реакцию. Когда вышла, а ДНРовцами нам дали коридор, я вышла и увидела хлеб. Вы не поверите, у меня истерика была. И вода. Я не верила, что я могу выпить воды, сколько я хочу. Раненых и инвалидов расположили в середине поезда. Для того, чтобы медработникам было проще подъехать и забрать пассажиров. Волонтерские организации тоже помогли с транспортировкой больных людей. Также добровольцы продолжают собирать гуманитарную помощь. Наши центры гуманитарной помощи, благотворительной помощи, находятся на Ленин-146, на Альботов-158, в Заволжском районе, на базе ТОС Володарец. Поэтому, в принципе, все наши центры работают в том же режиме. Поэтому всем всегда рады, надеемся на поддержку. Переселенцы не бросили четвероногих друзей. Пушистые товарищи пережили страшные события вместе с хозяевами и приехали к нам. Какая была дорога? Тяжело, сложно. Да, довольно сложно. Сегодня в поезде это было самое удобное, что у нас было, в принципе. А там как добирались? Автобусом везли. Было тяжело, да? Ну да, не очень. Ну, людей просто очень много было. А парни с собой взяли, да? Да, это девочка. Конечно, мы же не бросим ребенка. Естественно. Член семьи, да? Ну да. Вместе с волонтерами и медиками жителей Мариуполя встречал губернатор. Он проводил людей до автобусов и побеседовал с гостями. Максимально все условия создадим. Отдыхайте. Набирайте сил. Вот, все подходит. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, сынок. Ребята, все, давай. Да, да. Сынок. Давай, правильно. Несколько автобусов отправились в пункты временного размещения. Их организовали в гостиницах Ульяновска. Людей расселили в Волге, Венце, Октябрьской, Авангарде и других отелях. Также часть переселенцев уехала в Димитровград. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Спасибо. Спасибо.